Ребятки, всем привет! Добро пожаловать на канал! В эфире с вами Хатабыч, а это рубрика бесплатные обзоры. Ну и как вы поняли уже по превьюшке, главным объектом нашего с вами обзора бесплатного будет штурм-пистоль. Так, для этой цели я собрал бойцов на 1-й и 2-й боевой рейтинг и собрал 3 отряда бронебойщиков. 3 отряда бронебойщиков. Это у нас 31-й противотанковый батальон, 297-й противотанковый батальон и 3-я рота фольксштурм. Хочу отметить, что некоторые отряды здесь давно уже устарели и их можно даже продать, получить за это 10 тысяч серебра. Но я этого делать не буду, пускай у меня они останутся. Это со времен еще до объединения компаний. Тут представлены, кстати, еще вот пилотный отряд, снайперы, два отряда, которые тоже можно продать, и инженерный батальон. Загажники еще двое таких же устаревших отрядов. Ну так вот, давайте посмотрим поближе на эти отряды. Здесь мы имеем 3 бронебойщика. Здесь всего лишь пока что двое. Ну и здесь тоже трое. Все эти бронебойщики вооружены, я не побоюсь этого слова сказать, уникальным, наверное, для этой нации оружием. Чем же оно уникальное? Штурм-пистоль. Это второго БРа, оружие второго слота. Представляет из себя модифицированный пистолет системы Вальтер. И находится в обычной ветке прокачки на втором ранге. Его можно прокачать, выкачать и раздать всем своим бронебойщикам. Так вот, чем же оно уникальное, вот это вот оружие? А то, что аналогов у других ветках прокачки я пока еще не встретил. И пока, наверное, завозить всем другим остальным нациям не будут. Улиточка написала, что стрелять они могли различными гранатами. И, собственно говоря, это и подтверждается информацией, которую я нашел об этом устройстве в интернете. Они могли быть надкалиберные, калиберные. Давайте взглянем поближе на характеристики. Ну, для тех, для новичков, скорее всего, наверное, это будет видео, у которых еще не прокачан второй боевой рейтинг у немцев. Либо кто-то вообще этим не занимается, в принципе. Калибр этой гранаты, конкретно здесь, 60 мм. Мощность в боевой части 18, я не знаю, это что, граммы, 18 грамм, что ли, допустим. Граната, кстати, кумулятивная. Начальная скорость этого снаряда 50 метров в секунду. Баллистика оставляет желать лучшего. Темп стрельбы в минуту 48. Перезаряжается 6 секунд. И имеет какую-то невероятную вертикальную отдачу. Аж 320. 320. 2,5 килограмма. Давайте, знаете что. Пойдемте в тепличные условия, на полигон. Где постреляем по технике. Ну, а потом, под мой веселый бубнеж, я расскажу историческую часть. Да, да. Я расскажу историческую часть. Вот уже нарезки, под нормального обычного боя, когда мы отправимся, там, я не знаю, воевать. В Москву нас закинет, либо в Сталинград. Ну, а сейчас пойдем на полигон. Появились. Вот так оно выглядит. Прицельные приспособления. Ну, давайте, поехали. Поехали. До техники. Ну, допустим. Допустим. Вот как бы обычная, стандартная дистанция. Дистанция. Мы видим здесь что? Перворанговые танки. Допустим, вот эта вот зенитка. Там БТшка стоит. Пятая. Сначала вот так вот прицелюсь. Перелет. Надо же, не такая уж и плохая баллистика. Как оказалось. Попробую на БТшку прицелиться. Как будто бы, знаете, не хватает ему пробития. Ну, точнее, этой гранате. Хотя, в лобовую проекцию, ну, БТшка не такая уж и бронебойная машина. Ой, мамочки. Взорвался. А теперь вот этот. Борт. Очень плохо, что там нету внутри экипажа. Так бы мы бы посмотрели, как... Происходит дамаг. А здесь есть кто-то. А здесь кто-то сидит. Все ясно. Ладно, ребятушки. С этим разобрались, в принципе, да? Ну, стрелять... По большому счету удобно. Если нас закинет в Нормандию, там это городская застройка, есть некоторые карты, то, я думаю, там вообще будет отлично подобраться к танку и засадить ему в борт. Вот, эту гранату кумулятивную не составит большого труда. Погнали. Ребята, ну, надо понимать, что немцы не сразу пришли к этому пистолету, штурмпистоле. У него было два старших брата. Это такие устройства, которые назывались лайх... лайхпистоле и камппистоле. Одним из первых специальных боевых пистолетов стал гранатометный комплекс, который состоял из 26-мм сигнального пистолета лайх, пистоле конструкции Вальтера, образца 1928 года или образца 1934 года и ряда гранат, противопехотной осколочной двух образцов, 361 ЛП, противопехотной осколочной 326 ЛП и противотанковых кумулятивных гранат 326 ХЛ, ЛП и H26 ЛП. Данный гранатометный комплекс применялся главным образом в ближнем бою, когда введение огня из других видов оружия было невозможно, так как было связано с возможностью поражения своих солдат, а большая дальность еще не позволяла использовать ручные гранаты. С учетом имеющихся необходимости введения специальной стрельбы из этого гранатомета, специально для пистолета лайх пистоле был создан приставной металлический плечевой упор со складными подушками затыльника. Такое устройство значительно повышало меткость огня из пистолета. Кроме упора, который крепился к раме сигнального пистолета специальными зажимными устройствами, на пистолете был установлен складной прицел. Он был рассчитан на две дистанции стрельбы 100 и 200 метров. Приклад был необходим не только для обеспечения точной стрельбы. Отдачу от такого выстрела кисть руки просто не выдерживала, что вело к травмам. А вот прицел на самом деле не был обязательным. Стрельба вполне могла вестись и без него на глаз. Дистанция это как бы позволяла. Общая длина пистолета Лайх пистоле со складным прикладом составляла 590 миллиметров. Масса модели образца 28-го года со стальными стволом и рамкой 2,5 килограмма. Масса модели 34-го года, которая производилась уже из алюминия, составляла всего лишь килограмм 900. Лайх пистоле позволял достаточно эффективно использовать осколочные гранаты. Стрелок использовал такой пистолет для навесной стрельбы на дальность 70-80 метров. Осколочные гранаты были эффективны против живой силы противника и в наступлении, и в обороне. Также их можно было использовать для подавления огневых точек и организации проходов в противопроволочных заграждениях. Противопехотная осколочная 26-ти миллиметровая граната 326-ЛП состояла из взрывателя ударного действия и непосредственно из гранаты с четырьмя стабилизаторами, которые были собраны в едином патроне. Заряжание сигнального пистолета лайф пистоли гранатой 326-ЛП не требовало от стрелка каких-либо дополнительных действий, преднадлежностей и осуществлялось с казенной части, аналогично процессу заряжания оружия осветительными и сигнальными патронами. Осколочная граната 326-ЛП предназначалась для ведения огня на дистанцию 150-250 метров, однако на больших расстояниях на больших из-за ее высокого рассеивания использование данного боеприпаса было нецелесообразно. На дистанцию до 100 метров стрельба из пистолета велась настильным огнем, а начиная со 150 метров гранатой 326-ЛП можно было накрывать цели, которые находились за укрытиями или складками местности. Ведение огня на дистанции менее 50 метров запрещалось категорически, так как большое осколочное воздействие оружия становилось опасным и для самого стрелка. Разлет осколков оценивался в 30 метров. Гранатометчикам рекомендовалось использовать такие гранаты для ведения огня по бойницам и окнам во время боев в населенных пунктах. На базе данного боеприпаса были созданы такие противотанковые кумулятивные гранаты как 326-H-ЛП с четырьмя хвостовыми стабилизаторами и граната H-26-ЛП. В ней роль стабилизирующих плоскостей выполнял кольцевой стабилизатор. Данные кумулятивные гранаты были в состоянии пробить броню толщиной до 50 мм. Также вместе с пистолетом могла использоваться 60-мм надкалиберная граната с малым стержнем 361-ЛП, которая состояла из запала и непосредственно осколочной наступательной гранаты дистанционного действия образца 1939 года. В войсках такая граната получила неофициальное прозвище яйцо, что объяснялось ее овальной формой. В данную гранату вместо штатного запала ввинчивался специальный пластмассовый направляющий стержень, оснащенный воспламеняющим механизмом с временем горения 4,5 секунды. На верхнем конце трубки был закреплен капсуль-детонатор, а в нижней части находился вышибной заряд из черного пороха. Такая граната предназначалась для стрельбы на дальность не более 70-80 метров. Радиус поражения осколками равнялся 20 метрам. Перед использованием данной гранаты стрелок должен был провести несколько действий по ее переведению в боевую готовность. Все дело было в том, что увеличенный заряд 60-миллиметровой пистолетной гранаты 361 ЛП требовал усиления алюминиевых стволов пистолетов образца 1934 года. Перед заряжанием в казенную часть пистолета вставлялась специальная латунная гильза, имеющая большое отверстие на дне. После этого граната в сборе вставлялась в сигнальный пистолет лайф-пистоле сдульной части при этом из стержня необходимо было удалить предохраняющую чеку. Лишь после этого взводился курок сигнального пистолета. Такие манипуляции с заряжанием пистолета гранатой 361 ЛП были в сравнении с унитарным боеприпасом 326 ЛП довольно трудоемкими и опасными для гранатометчика, так как время на приведение пистолета в боевую готовность существенно увеличивалось, а время для ближнего боя имеет огромное значение, что собственно говоря вы можете сейчас смотреть на записанных мною футажах очень долго 6 секунд. Помимо всего прочего через каждые 100 метров простите помимо помимо всего прочего через каждые 100 выстрелов рекомендовалось чистить латунную гильзу, которая загрязнялась пороховым нагаром. Минусом было и то, что 60-ти миллиметровую гранату 361 ЛП было достаточно хорошо видно в пистолете, в отличие от унитарной осколочной гранаты 326 ЛП. В 1942 году германские оружейники на основе сигнального пистолета конструкции Вальтер решили разработать специальный боевой пистолет КАМП в пистоле. В отличие от своего гладкоствольного предшественника, данная модель имела 5 нарезов в канале ствола, что позволяло демонстрировать значительно лучшие боевые характеристики точность, дальность и эффективность стрельбы. На левой стороне корпуса боевого пистолета для прицельной стрельбы крепился спиртовой уровень и новый градуированный прицел. Помимо этого в конструкцию данного пистолета начали широко применять легкие металлы, что позволило снизить массу оружия на 780 грамм. Наметанный глаз мог легко оценить новый пистолет от стандартного сигнального оружия. Отличить на левой стороне казенника КАМП в пистоле светящейся краской была нанесена буква Z от немецкого ZUG ZAG нарез что переводилось. КАМП в пистоле для стрельбы из нового оружия использовалась калиберная граната с готовыми нарезами шпрэнг гранат патроны Z. Данная граната предназначалась для борьбы с живой силой противника на дальности до 200 метров. Она поражала цели в радиусе 20 метров. Граната которая была объединена в одно целое с короткой алюминиевой гильзой 12-27 миллиметров представляла собой выстрел который не требовал от стрелка никаких приемов по приведению оружия в боевую готовность. Благодаря винтообразным выступам находящимся на корпусе гранаты она в момент выстрела получала вращательное движение. Это способствовало повышению меткости стрельбы из камп в пистоле. В алюминиевой гильзе данной осколочной гранаты помещался металлический заряд. Одновременно с этим наличие в канале ствола нарезов не позволяло использовать ранее разработанные осколочные пистолетные гранаты такие как 326 и 361 а также осветительные и сигнальные патроны. Именно поэтому комплект используемых боеприпасов в боевом пистолете камп в пистоле был расширен за счет разработки и принятия на вооружение новой 61-мм противотанковой надкалиберной кумулятивной гранаты образца 1942 года. Получивший обозначение Панцер Вуф Коппер 42 ЛП По советским данным эта граната пробивала 50 мм брони По немецким больше 80 мм брони на дистанции 75 метров При умелом использовании и изрядной доли везения с ее помощью можно было бороться даже с советскими средними танками Т-34 в ближнем бою Кумулятивная граната 42 ЛП состояла из стержня и корпуса которые были соединены друг с другом чекой Стержень имел нарезы что позволяло использовать данный боеприпас не только для ведения огня из сигнальных пистолетов лайф пистоле но и специальных боевых пистолетов камп в пистоле заряжение 26-ти миллиметрового сигнального пистолета Вальтер кумулятивной гранатой кумулятивной гранатой 42 ЛП не требовало от стрелка никаких дополнительных преднадлежностей как и граната 361 ЛП данный боеприпас также вставлялся с дульной части ствола а также как и с осколочной гранатой 361 в соответствии с немецкими наставлениями по причине большой мощности гранаты стрельбу можно было вести лишь с присоединенным к пистолету плечевым упором иначе прощай рука достаточно высокая себестоимость боевого пистолета камп в пистоле в конструкции которого нужно было использовать дорогие легкие металлы а также невозможность вести из него огонь другими пиротехническими и специальными боеприпасами стало причиной того что компания Эрма и Карл Вальтер выпустили порядка 25 тысяч таких пистолетов и как бы и прекратили их серийное производство при этом сама идея не была забыта окончательно оружейники сумели найти выход из сложившейся ситуации обратившись на первый взгляд к элементарному однако достаточно оригинальному конструкторному решению тот же самый сигнальный пистолет лайф пистоле был оснащен вкладным нарезным стволом лейнером Einsteiglauf это позволило стрелять из пистолета как осколочными гранатами 360 простите 326 лп так и гранатами с готовыми нарезами шпринг гранат патроны зет а также боеприпасами 42 лп ну и осветительными и сигнальными патронами то есть это было очень универсальное оружие новая модель получила обозначение штурм пистоле что мы собственно говоря и видим в игре инлистер штурмовой пистолет для повышения меткости стрельбы и большей устойчивости во время ведения огня к рукоятке пистолета данной модели так же как и в сигнальных лайф пистоле и боевых камп в пистоле пистолетах присоединялся специальный откидной плечевой упор а на ствол закреплялась насадка с прицелом рассчитанным до 200 метров позднее штурм пистоле был модифицирован и получил ствол длиной 180 миллиметров с прикладом и новым стволом общая длина оружия достигла 585 миллиметров целых полметра даже больше а масса почти 2,5 килограмма начиная с 43 года и до конца второй мировой войны немецкая оружейная промышленность успела выпустить более 400 тысяч вкладных стволов лайнеров предназначенных для легкой переделки 26 миллиметровых сигнальных пистолетов в штурмовое орудие сами немцы оценили подобные пистолеты как универсальные эффективные а главное простое оружие они широко применялись не только на советско-германском фронте ну а также и в Африке и в других театрах боевых действий вот такая вот интересная история по штурм пистоле мы ребятки с вами прослушали он был эффективный немцы его любили но в игре дамаг модель оставляет желать лучшего ну и надо сказать что-то в конце пожелать удачи да ну короче смотрите ребята в историческом плане конечно же он был превосходный это отличный образец штурмового орудия мобильный не не тяжелый в обслуживании неприхотливый возведение в боевую готовность не требовало каких-то там специальных манипуляций дополнительных стрелял он кумулятивными гранатами осколочными гранатами в общем супер но есть один нюанс это компьютерные игры в данном случае Enlisted здесь он реализован не так как хотелось бы как он был реализован в историческом плане где-то ему не хватает пробоя где-то ему не хватает урона где-то ему не хватает осколков и это все рандомно как будто бы три страшных буквы таких как R P дальше я говорить не буду а то мало ли что в общем кто в теме тот понял здесь в этой игре он реализован не очень но по мне ну как-то на троечку ну правда в борт забрать легко бронированную технику бывает очень сложно казалось что полуторки да и вообще бронетранспортеры обладают какой-то невероятной броней не уничтож казалось бы да должны уничтожаться с первого раза с первого но нет нет ну так вот ну вот так вот реализованы этот набор цветных пикселей вот этот что у вас сейчас на экране представлен я его кручу во все стороны ребята ну как есть поэтому я его когда приобрел это до объединения компаний я с ним побегал мне он не понравился я про него забыл до тех пор пока ребята не попросили сделать обзор на него а вы спросите какие ребята где попросили все очень просто под этим видео в описании будет ссылочка на мои социальные сети в том числе и на дискорд поэтому проходим на мой сервер дискорд там найдете вкладочку предложения по обзорам и пожалуйста предлагайте пишите в этой ветке а также под этим видео рядом с ссылочкой на дискорд вы найдете ссылки на телеграм на группу вк на группу в рутубе на группу боже мой да черт возьми где твич вк плей пусти дрова и тому подобное поэтому проходим подписываемся чтобы не потеряться потому что мало ли что ютуб как заблокируют и все и приехали вот такие вот дела ну а всем кто досмотрел данное видео до конца я желаю хорошего настроения в общем а если ты мой друг посмотрел этот видосик без подписки я попрошу тебя исправиться и прожать подписаться все с вами был Хатабыч рубрика бесплатные обзоры пока пока таки таки в Karna руках даже ер ‑‑ humminghouse